Без песка и солнца в «Газпром добычи на дым» прошла серия игр по пляжному волейболу за счет спартакиада руководителей. В течение трех дней 10 команд боролись за первенство. За самыми жаркими финальными играми наблюдала и наша съемочная группа. Пляжный волейбол как частичка лета в морозном ноябре. За три дня 10 команд провели 20 встреч. Игры проходили в формате 2 на 2. Пич воли более динамичная игра, чем классический волейбол. Игроку приходится чаще прыгать, уметь чувствовать мяч, иметь хорошую реакцию и ударную технику. Главное это конечно же внимательность. Внимательно принять, внимательно отдать пас или внимательно ударить. То есть посмотреть в какой позиции стоят ваши соперники и ударить в менее защищенную. Нужна быстрая реакция, нужна физическая форма хорошая. Ну и этот тандем должен быть сплоченный. То есть взаимопонимание должно быть с партнером, с кем играем. В этих соревнованиях нет разделения на защитника и нападающего. Замена игроков на поле не предусмотрена. Играли до двух победных партий. Каждая длилась до 15 очков. Когда ты играешь в обычный волейбол, тебя могут спасти еще пять твоих коллег. Пять человек, которые с тобой играют в одной команде. А здесь уже никаких прикрытий. Мне приходилось брать ответственность на себя, бить, пасовать, принимать и отдавать подачу. За первое место шла упорная борьба. В решающей битве встретились команды управления аварийно-восстановительных работ и аппараты управления. Силы оказались практически одинаковыми. Счет сравнивался за секунды. В итоге чемпионский титул достался ремонтникам. Команда сильная была, потому что так сказать, что мы разорвали и пустого места не стали, так нельзя. В финале, конечно, было очень сложно. Очко. Каждый очко было на вес золота. Поэтому нам улыбнулось удача. Это новый заряд, новые успехи, новые вершины. Серебро завоевала команда аппарата управления. Бронза – управление связи. Ярослава Кондрякова, Сергей Черков. Телевидение «Газпром. Добыча на дыме». Ярослава Кондрякова, Сергей Черков. Продолжение следует... Продолжение следует...